День добрый, в эфире Игорь Виттель, это программа Парадокс с Игорем Виттелем, простите за тавтологию. Телефон в студии 6510996, код города 495, ну или пишите на сайте финам.фм на нашей страничке. Парадокс с Игорем Виттелем, в гостях у меня известный российский предприниматель, и как он сам себя называет, ключезвон Дмитрий Потапенко, все титулы перечислять не буду, здравствуй, Дима. Привет. Я тебе только сразу расскажу, вот пришло сообщение. Да нет, тема-то у нас трудовая миграция, и, видимо, те, кто уже прочитал, вот прямо с сайта Дмитрий В. пишет, хорошие, важные темы достали таджики и узбеки, их, такими большими буквами написано, толпы особенно, где я живу в районе Восточный Дегунин, но вообще там район стрёмный. В квартирах живут по 10-15 человек, вечером за детей боюсь, обнаглели уже, пьют хуже русских бомжей, ходят кучами через «я» по 10 человек, орфография сохранена, спасибо товарищу Путину. Путин с маленькой буквы. Вопрос, все опять-таки большими буквами пропало, стоит ли всей семьей за рубеж уезжать, или можно и нужно их выгнать. Но поскольку ты у нас один из основных демозащитников трудовой миграции, утверждающий, что это нужно и полезно не только таким небольшим предпринимателям, как ты, но и всей российской экономики, вот объясни товарищу, как же бороться с последствиями. Кстати, если ты у меня передача спрашиваешь, а что новостного повода у нас нету на эту тему, есть, конечно, у нас есть узбекский дворник, который то ли сломал челюсть мальчику, то ли мальчик его сам довел до того, что он сломал челюсть. В общем, опять-таки везде трудовая миграция и ее последствия. Ну, я бы сказал, межэтнические отношения. А, извини, пожалуйста, межэтнические отношения у нас как-то отделимы с трудовой миграцией? Ну, у нас вообще в целом, а преступность тоже, надо все разделять просто. То есть ты считаешь, что преступность и миграция национальности не имеют? Нет, они все имеют, поскольку в любом случае сравнимое тянется к сравнимому, потому что вот коллега наш, как вы его, извини? Он не наш коллега, вряд ли наши коллеги. Ну, неважно, но это наш. Дмитрий его зовут. Вот, видишь. Не коллега, тезка твой. Тезка, да. А Дмитрий В, кстати, он тоже, а ты Дмитрий Валерьевич. Да, я Валерьевич. Видимо, это ты и писал. Так вот, Дмитрий, да, это я же сам себе и написал, чтобы было уж по-честному. Значит, вот человек спрашивает, можно ли ехать туда? Да, можно. Значит, только есть... Он спрашивает, можно, спрашивает, нужно ли. Нужно ли, да. А вот только теперь нужно понять. Вот приезжаете вы, например, в Чехию и становитесь таджиком. Прямо сразу. Потому что вы приезжаете в любую страну мира, и вы приезжаете не на точку ноль, а вы приезжаете на точку минус пять. Минус пять лет. Но я этот путь неоднократно проходил, нет, не таджиком, но, в общем, близко. Мы же не об этом. Ты крутой, на самом деле. Спасибо. Нет, по мозгу. Давай все-таки вернемся к истории трудовой миграции. Значит, мне кажется, что мы в прошлом году уже перешли ту точку, когда трудовая миграция превратилась просто в обычное рабство. И не только трудовая миграция, а под конец года, я, кстати, вот буквально за несколько дней мы с тобой говорили, если ты помнишь, у меня в телеэфире, историю про то, что региональное рабство у нас уже появилось. То есть, людей с региона чуть ли не вагонными завозят сюда, работают они в рабских условиях за копейки. Потом их точно так же, там, следующая смена заезжает. Рабские условия, чудовищная оплата. Давай мы сейчас вот уйдем от, хотелось бы только уйти от, знаешь, таких вот... Оценочных осуждений. Нет, не то, что оценочных, но вот ты когда упоминаешь, там, людей завозят рабские, их везут насильно. Нет, у них выхода другого нет. А что значит нету? Вот нету, вот у меня, когда я начинал свой трудовой путь, все там любят поговорить вот об этих рабских так называемых условиях, ну, мы с тобой помним, что я в Москве с четвертом поколением, мальчик достаточно интеллигентный. Был. Был, да, да и по-прежнему остаюсь. Вот в 90-е годы, потому что жрать было нечего, я работал на четырех работах, получал за эти четыре работы 50 долларов, спал по 4 часа в сутки. Когда мне надо, когда я шабашил при советской власти, мы жили в комнате 9 метров 10 человек. И, в общем, честно скажу, тогда я не считал, что это рабские условия. Нет, мне тогда надо было кушать, мне надо было развиваться. Нет, для интеллигентного москвича в четвертом поколении употребление слова кушать считается... Я бы даже сказал жрать. Хорошо, это можно, а вот кушать нет. Жрать, мне очень хотелось тогда жрать. И, к сожалению я, или к счастью, я не считал те условия там рабскими или все остальное. Отлично, на секунду, останьте внимание вопрос. Вот ты в середине 90-х годов, 4 работы, 50 долларов, ты живешь в тяжелых условиях. Напомню, телефон на 6510-99-6. Хуже, чем эти таджики сейчас живут. Вопрос, нужна ли нам трудовая миграция, звоните, звоните нам. Хуже, чем живут таджики. И вдруг твоим тогдашним работодателям завозят, они сами завозят условных таджиков, условных, никакой привязки к национальности, по доллару, а не по 50 долларов. Легко. Не было такого, во-первых. Нет, они могли завозить, это тогда была возможность. Просто этого не делали. Хорошо, завезли, ты лишаешься работы. Нет, нет, я не лишаюсь работы. Ну, расскажи. Точно так же, как в любой стране мира, точно так же, как я приезжаю, я выставляю себя на рынок труда. И на рынке труда, вот если я сейчас приеду в Чехию и начну наниматься на работу, все мои степени МБИ, я не просто так начал с Чехии, все наши институтские дипломы идут в Шреддер. Потому что то, о чем задал вопрос наш радиослушатель... Хорошая, кстати, фраза, иди-ка ты в Шреддер. Да, иди-ка ты в Шреддер. Вот, они туда и отправились. Значит, каждый приезжающий туда россиянин вдруг оказывается перед той дилеммой, что оказывается в России он получал не просто много, а охерительно много. И когда приезжает туда какой-нибудь москвич, упаси Господь, если это можно употребить слово, и когда оказывается, что полторашка евро в Европе, в общем, за нее надо... Ну, не в Европе, а в Чехии. В Чехии, да. В Чехии даже за 700 евро это тоже неплохая зарплата. А полторашки это надо вкалывать не просто, а очень сильно вкалывать. Это нормальная практика. Поэтому если меня сейчас привести в какие-то иные условия, то да, такая ситуация будет. Поэтому задача каждого сотрудника, вот меня, вот человека, который не всегда не родился с золотой ложкой во рту, повышать собственную стоимость. Я это умею делать. И я считаю, что каждый гражданин, этим определяется сильность государства и нации, он обязан увеличивать, уметь увеличивать свою собственную стоимость, накачивать свои собственные мускулы. Безусловно. А вот 90%, 99,9% все время ждут какой-то ложки, национальной идеи, национального лидера. Какой ложки, какой национальной идеи, что за бред? Извини, пожалуйста. Лидера ждут. Во-первых, вы им конфеты изо рта. Во-вторых, ответь мне, пожалуйста. Ты сам всегда говорил, что ни один русский человек не пойдет на ту зарплату, на которую пойдет работать условный дворец. Нет, нет, это не вопрос ни зарплаты, вопрос условий труда. Да ну, да ну. Хорошо, давай вместе зарплаты и условия труда. Значит, вот нет, а что подразумевается под условиями труда? Вот у нас конкретный проект, о котором мы с тобой периодически разговариваем, лавка.тв. Нам требуется корнечистка. Вот надо просто, это в оловье работа, тяжело чистить корни у овощей и фруктов. Такие должности есть в любом заведении. Нам нужно убирать полы, убирать их 12 часов. Нам нужно разделывать коробки куриц. Вот тушки приходят. За какие деньги это должно происходить? За миллион долларов? Не вопрос. Я, еще раз говорю, я честно могу сказать, не вопрос. Я буду платить тысячу евро. Только эту тысячу евро, пусть сегодня, сейчас, каждый, кто голосует за то, что на низкоквалифицированный человек должен получать мифические, мифические, я почитаю слово. Ты хочешь так сказать, что у тебя тогда корочки будут стоить дороже? Конечно. Бред, бред. Отвечаю тебе, бред. Почему? Значит, потому что, если ты будешь платить человеку условные тысячи евро, ты не будешь ему платить тысячу евро? Буду. Не важно. Это сейчас не имеет значения. Любую условную сумму дороже, чем условному таджику, то этот человек будет вкладывать это в российскую экономику. Не будет. Будет. Не будет. Вот категорически. Он пойдет, купит ту же курицу, на ней заработает что-то производитель курицы. Не пойдет. Ложь, ложь, еще раз ложь. А куда же он пойдет их вкладывать? А он никуда не пойдет, потому что это тысяча евро тут же ляжет в то, что у менеджера этого ресторана будет не тысяча евро, а две тысячи евро. То, что эта курица подорожает колоссально, и он останется на той же позиции. Замечательно, но эти деньги будут вращаться внутри российской экономики. Это будет резаная бумага. Просто увеличится количество резаной бумаги в карманах. Разница между совком и... Ты имбейс вы где получал? Здесь, безусловно, и там получал. Так вот, количество резаной бумаги увеличится в разы. Сейчас так оно и есть. То есть эти деньги в российскую экономику вкладываться не будут? Они будут, это будет бумага, просто будет разогнана инфляция, больше ничего. Давай послушаем у нас на первой линии Андрей. Андрей, здравствуйте. Алло, добрый день. Я вот хотел задать вашему гостю вопрос. Задавайте. Значит, вот как вот вы считаете, все бизнесмены от мелкого до крупного бизнеса, они думают о том, что в конце концов, кому, с кем жить их детям, внукам и прагнукам, потому что происходит замещение одного населения другими, вытеснение. Потом второй момент. Значит, ведь можно, как в советские времена, эмигрантов привлекать из наших деревень, где от безысходности, от безработы спивается народ. А здесь их ставить в определенные условия. И третий момент, последний, значит, почему бы, как вы относитесь, если издать закон, который бы регламентировал повышение прибыли не за счет низкой рабской силы и повышения цен на продукцию, а за счет модернизации производства. Вот, а деньги на модернизацию должно бы государство выделять или там какие-то фонды. То есть вот такой вот отличный, можно сказать, вопрос. Можно сразу не отключиться, спросить вас. Вот давайте так, вот конкретно, абсолютно. Вот есть корнечистка, еще раз говорю, вот конкретная совершенно должность. Какую модернизацию мы проводим в корнечистке? А ты не знаешь, что существуют аппараты для чистки корней? Нет, не существует таких аппаратов. Какую модернизацию мы проводим? Перефразирую Гребенщикова, чтобы стоять, я должен почистить корней. А можно попросить... Кто будет убирать пол? Кто мыть туалеты? Уважаемый Андрей, а вы не могли бы... А будут убирать, будут убирать те же деревенские После выпуска новостей мы свяжемся сейчас, после выпуска новостей с экспертом, узнаем его мнение, а вернемся в студии через несколько минут. И снова здравствуйте, это Игорь Виттер в эфире, в гостях у меня Дмитрий Потапенко, говорим о трудовой миграции и корнечистках 6510996, код города 495, наш телефон, или пишите на финам.фм. Андрей, у нас по-прежнему на первой линии, вы хотели пообщаться с Дмитрием? Да, я хотел закончить, значит, Андрей, значит, первое... Андрей, только отойдите, пожалуйста, от радиоприемника. Значит, первое, начнем по пунктам, поскольку третий пункт у нас оказался лжив, никакой модернизации низкохвалифицированных должностей... Ты пошел себе за оценочный? Нет, 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 потому что, еще раз говорю, модернизация модернизации не существует. Андрей, к сожалению, слетел у нас, мы сейчас тогда продолжим, он когда вернется, у нас на второй линии Игорь. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. У меня будет не вопрос, у меня будет вред, в виде благодарности, Дима, я хочу вас поблагодарить. Вы знаете, за что? За что? Мы сейчас с вами в 21 веке, мы, наверное, на одной из самых прогрессивных радиостанций, в самом непростом, наверное, одном из самых непростых государств на планете. И вы представитель прогрессивного, вы бизнесмен, вы предприниматель, вы молодцы, судя по голосу, я думаю, что мы с вами... Июнь, я бы даже сказал. Да, всего 43-й год, годок пошел, так что все нормально. Ну нет, значит, я все-таки помладше, но ничего, сравнимо. Ну, неважно, вы знаете, вы сейчас озвучиваете парадигмы вашего, вашу идею, ваше утверждение, который укладывается в очень-очень простое предложение, в очень простую фразу. Выживает сильнейший. На самом деле, вот вы буквально сейчас, в 21 веке, в город Москва, самая продуктивная радиостанция, выживает сильнейший. Спасибо вам большое. Вот так вы это удивите. Черт у прогресс. Черт у внутренних заведений. Черт. Действительно, а он спартанец, такой социал-дарвинист. Спасибо большое. Так, нам нужна трудовая миграция. Игорь, вы ответьте на всякий случай. А, Игорь уже ушел. Олег, Олег на третьей линии. Олег, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да, Олег. Ой, так не так громко. Дмитрию хотел маленькую ремарочку внести. Давай, дядя. Во-первых, основная масса мигрантов не чисткой овощей и разделками куриц занимается, а работает настройка. Ну, да, согласен. Сложились стойкие трудовые мафии азиатские, которые вытесняют русских рабочих. Так как, чья это вина? Чья вина? Чья вина? Ну, прежде всего, конечно, коррумпированность власти. Нет, нет. Нет, Олег. Нет, почему? Олег прав. И коррумпированность власти, и коррумпированность конкретных работодателей. Простите, ну, давайте так. Вот давайте, ребят, все-таки, вот по-честному. Мы все время боремся за великую русскую нацию. Что же это за великая русская нация, которая за 20 лет прострала страну? Вот как мы? Это другой вопрос. Враги народа внутри нации. Олег, спасибо. Это мы виноваты в том, что мы бросали страну. Ты больше истерики, больше восклицательных знаков. Дима, что ты себя ведешь как барышня в климаксе? Я. Николай Курдюмов с нами на связи, председатель Совета Международной Ассоциации «Трудовая миграция». Николай, здравствуйте. Добрый день. Николай, скажите, на ваш взгляд, трудовая миграция это зло или благо для России? Ну, вы знаете, трудовая миграция может стать, так сказать, и злом, и благом. Важно, чтобы она регулировалась. Вот, к сожалению, так сказать, на сегодня говорить о том, что мы эффективно регулируем потоки трудовой миграции, достаточно сложно говорить, хотя можно, конечно, многое объяснять, что у нас опыта немного по сравнению с Западом и прочее. Но вот все же, как бы, я в течение нескольких минут слушаю разговор. Я бы хотел, так сказать, все же сказать, что значительная доля вины за ситуацию лежит на работодателях. По той причине, что главное, так сказать, что стимулирует потоки трудовой миграции. Мы сейчас говорим, прежде всего, о ближнем зарубежье, так сказать, государственной СНГ, то есть тех, кто без виз прибывает сюда, так сказать. Это демпинг заработной платы. Пока, так сказать, работодатели будут готовы идти на демпинг, то есть, так сказать, их можно в какой-то степени понять, они отриблены. Ну, вот Дима рассказывает нам, что это прекрасная, на самом деле, история, что таким образом мы делаем товары доступнее, услуги доступнее. Конечно. Я как клиент не хочу платить дорого. Я не как работодатель, я как клиент не хочу платить дорого. Просто, понимаете, мы должны вывести на равные, как бы, так сказать, условия россиян и тех самых, так сказать, трудовых мигрантов. Трудовой мигрант сейчас дороже обходится. С чего в это трудовой? Здрасте, простите, налоги с него повышены, так что прости. Это, ну, во-первых, не все еще налоги платятся, во-вторых... Ну, те, кто, простите, когда платятся, это дороже, однозначный иммигрант. А ты считаешь, что за них налоги... Николай, а, простите, тут все время мой истеричный напарник вырывается. Мне бы хотелось вам вопрос задать. То, что подписал те законотворческие инициативы президента нашей партии и правительства, которые вот перед Новым годом на эту тему озвучивались, подписывались и так далее, они, на ваш взгляд, благо несут обществу, а ли зло? Ну, вы знаете, эти инициативы, это, как бы, так сказать, начало большого потока инициатив, который был зафиксирован в государственной стратегии миграционной политики. Такая была в прошлом году принята. Это, кстати, за последнее, скажем, десятилетие наиболее такой, как бы, разумный, так сказать, подход, потому что там достаточно трезвые оценки были сделаны и по ситуации, так сказать, призвано, что значительная часть, так сказать, даже там большая часть мигрантов находится в неурегулированном состоянии. Вот, и если говорить конкретно о тех указах, которые, так сказать, вот подписаны, сейчас они касаются, значит, повышения ответственности за нелегальное, за содействие нелегальной миграции, за, так сказать, к тем мигрантам, которые участвуют в этих процессах и тем, как бы, работодателям и посредникам, которые тоже в этом участвуют. Ну, мое мнение, это, ну, скажем так, не очень сильно изменит ситуацию, потому что меры ответственности как к самим мигрантам, так и к работодателям, скажем, до 800 тысяч за одного неурегулированного мигранта. Это несерьезно. Нет, 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 800 тысяч рублей, которые работодатель может, так сказать, если к нему будет соответствовать требования заплатить за одного неоформленного трудового мигранта, это много. Очень много. Потому что в некоторых работодателях, так сказать, их десятки, а то и сотни. За каждый случай. Но, дата основная в том, что закон, как бы, не всегда у нас выполняет, и вот здесь, в этих, конечно, так сказать, как в моментах участвует, кстати, и сам работодатель, когда он попадает в такую ситуацию, и проверяющая структура, и прочее, прочее. Это всем известная болезнь. Но я бы сказал еще здесь, знаете что, так сказать, вот на наш взгляд, на взгляд нашего альянства, до эмиграции, многие работодатели идут вот на такие, так сказать, готовности, как бы, решить вопрос. Не только, и может быть, даже не столько, потому что, ну, они, так сказать, хотят совершить правонарушение, так сказать, и договориться. Сколько, просто не зная о том, что на поляне законного решения вопросов, можно эти вопросы решать. Спасибо, Николай, мы еще к вам, наверное, вернемся. Дим, тут к тебе куча сообщений с сайта, но вопрос простой. Объясни мне, пожалуйста, мы же прекрасно понимаем, что вот вся эта коррумпированная система с работодателями, особенно где это касается государства, да, вот эти вот дворники и все прочее, да, на самом деле там выписываются совсем другие. Да, ты все проще, олимпстрой, бери просто, не стесняйся. У нас главный, главный привлекательный эмигрантов это государство, прости меня, которое якобы что-то регулирует. Гы-гы. Так вот, вокруг этого пасется огромное количество людей, которые получают деньги, выплачивают из них в лучшем случае пятую, шестую часть несчастным, ну, не дворникам, условным дворникам. Ну, я понимаю. Строителям и так далее. К тому же, расскажи мне, пожалуйста, вот это вот строя, действительно, они заняты на стройке, Николай сказал. Абсолютно согласен. Только надо учесть, что, спасибо Сергею Семеновичу, у нас в Москве строки-то практически остановились. Да? Да. И те люди, которые сюда понаехали, прости за выражение, они никуда не уехали. Они остались здесь. Они пополнили ряды. Чего угодно, в том числе и преступности. Ну вот. Так вот, расскажи мне, пожалуйста, и где же здесь благо? Ну, прежде чем ты ответишь, у нас просто уже давно висит несколько радиослушателей, послушаем их. Андрей, первая линия, здравствуйте. Алло. Еще раз, значит, у нас сорвался разговор. Значит, вот я все-таки спрашиваю, в курсе, что, как вот он относится к тому, что его дети и внуки будут жить совсем с другим населением. Ага, спасибо. Вопрос понятен. Это одно и второй вот момент, я говорю. Почему не приглашать из наших специальное бюро организовать, из нашей России, из глубинки безработных? Этим так и заниматься. К этой части мы верим. Подожди, ты сразу все вопросы. Накопимся, Аркадий, вторая линия. Мы просто забудем уже. Не забудем, нет, я все записываю. У меня все ходки проставлены. Аркадий, слушай. Добрый день, спасибо, что предоставили минутку. На самом деле, вы уже затронули эту проблему, о которой я хотел сказать. Проблема коррупции, дележа заработной платы, мы знаем и в дорожном строительстве, и в системе ЗКХ, эти несчастные трудовые мигранты получают в лучшем случае 20% от того, что вы... Ну, как я и сказал, опять-таки коррупция сплошная. Ну, на самом деле, истоки трудовой миграции, если вы помните, особенно Дмитрий, который в Москве в четвертом поколении, да, была так называемая лимита. Люди приезжали в Москву, работали дворниками и получали за это комнаты в коммуналке через там сколько-то лет, да, и получали честную заработную плату. Вы еще вспомните вьетнамских рабочих на ЗИЛе. Ну, почему это наше прошлое, мы в этом прошлом жили, мы в этом прошлом... Да я все прекрасно помню, да. Только тогда система была, наверное, более честная, чем сейчас, а сейчас коррупция, вообще страна прогнила в этой коррупции. Так сказать, чего хотели, Александр, коррупция, спасибо. Я хотел сказать, что вы задавали вопрос по поводу пользы или негативного отношения его к трудовой миграции. На сегодняшний день, в условиях том, в котором мы находимся, это зло. Спасибо огромное. Александр на третьей линии, коротко. Добрый день, да. По поводу словам про коррупцию, я еще все-таки хотел добавить, что не все, так сказать, иммигранты с ближнего зарубежья, что они там плохие или что-то еще. А никто не говорит, что слово плохие вообще не... Они замечательные люди. Да. Они за нами туалеты моют вообще-то так, наверное. Нет, но я просто хотел привести пример. То есть вот я лично сдаю квартиру замечательной семье... Из 10 человек. Ну, из 10 человек, но я хочу заметить, что, значит, они не пьют. Они, то есть соблюдают чистоту, своевременно платят. То есть иммигранты тоже иммигрантам рознь. И, кстати говоря, они очень профессиональные рабочие, действительно. То есть они не просто... Но вы понимаете, да, Александр, что вы на самом деле платите коррупцию? Потому что наверняка вы с этих денег не платите налоги. Ну, подожди, это коррупция. У вас нелегально проживают 10 человек в квартире. Он может заплатить эти 13 человек. Нарушая все санитарные нормы. Не факт. И, конечно, они не пьют, но наверняка они жуют на свай как минимум. Не факт. Я надеюсь, Александр, вы понимаете, что не платя налоги, вы пополняете ли ряды коррупца? Или вы платите налоги? Нет, я плачу налоги. Серьезно? Вот. Ну, и, кстати, да. Учтите, Александр, у нас телефончики-то записываются. Спасибо, Александр. Виктор, на первой линии, потом тебе на все сразу ответишь. Пока что вопрос только два. Добрый день. Добрый день. Станислав Игоревич, Дмитрий Владимирович. Я Игорь Станиславович. Извините, да, Игорь Станиславович. Я по имени-отеству не просто... Не, можно просто. Можно просто Игорь и Дима. Нет, нет. Это тут уже знак уважения. Собственно говоря, как Степан Геннадьевич и Евгению Александровичу. Вот. Вопрос у меня такой. Быстрее формулируйте, пока мы не прерывались на выпуск новостей. Ну, я, в принципе, могу подождать. Не-не-не, давайте быстро. У вас есть 7 минут. 7 минут. Вот смотрите, да, трудовые мигранты приезжают сюда, где-то там снимают квартиры или в подвал их селят. Собственно говоря, ну, в Москву, да. А почему бы не брать, вот как говорит Дмитрий Валерьевич, да, вот там 30 тысяч за там чистку корней или как-то. Все, после выпуска новостей доформулирует. Ну, что ж, продолжаем. 65 10 99 6. Код города 495 на телефон или финам.фм. Пишите на странице программы. Парадокс с Игорем Витарем. А Виктор у нас по-прежнему на первой линии. Виктор, доформулируйте, пожалуйста. А, Игорь, вот смотрите, просто что хотел спросить. Напоминаю, Дмитрий Потапенко у нас в гостях, для тех, кто не сразу включился. А, Игорь и Дмитрий, тогда вот так вот. Дмитрий Валерьевич и просто Игорь, давайте продолжайте. А, Игорь, вот смотрите, ну, вот приезжают мигранты, им нужно там снять квартиру или там в подвал куда-то поселить, как это обычно бывает. Я звоню вам как бы, ну, с провинции Нижегородской области, да. Вот, а почему бы вот как-то, вот, например, если бы я бы увидел где-то в объявлениях, там, ну, ищу там картофели чисто, да, там, за тысячу евро. И при этом там с этой тысячи даже пускай вычиталось бы за там общежитие какое-то или что-то там, 15 дней. Вы бы приехали. Ну, я бы приехал, да. Почему нет? Ну, вот у вас есть, у вас есть вариант. У нас сейчас... Виктор, только потише приемник сделайте. Виктор, значит, у нас есть вариант, пожалуйста, вот мы сейчас платим 900 за смену, вы можете приехать, а все, что вы говорите, там, платить за... А жить будете у Александра, он подвинет таджиков, вот перед вами, знаете. Который не платит налоги, Александр. Ну, он утверждает, что платит. Ну, ну, неважно, не суть. Нет, я как бы не то, чтобы для себя спрашиваю, у меня, слава богу, все нормально, но просто вот реально тут люди сидят как бы безработные. Ну, так скажите этим людям, пусть приезжают. Я уже сейчас на сторону Димы встану, хотя мы с ним вечные оппоненты, пусть приезжают. Подожди, я оппонентам, я хочу задать вопрос, почему нельзя организовать какое-то цивилизованное там вот это трудовое мигрантство не таджиков в Москву, да, а хотя бы... Оно есть. Спасибо большое, Виктор, отвечай. Ну, значит, я вынужден огорчить всех теоретиков, простите за прямоту, те, кто считают, что вот таджики, которых они видят на улицах, это типа вот... Никто не хочет привлекать, условно говоря, там Нижний Новгород. Да полная это все фигня. Все, кто хотят уже работать, посмотрите, просто покатайтесь... Подожди, Дим, давай проведем эксперимент. Значит, я сейчас... На электричках. Я сейчас у себя в Фейсбуке напишу, Потапенко ищет корничистку. 900 рублей. Пожалуйста, распространите 900 рублей за смену, дорогие мои радиослушатели. Да, лавка.тв, пожалуйста, хоть час. Перестань рекламировать свои проекты. А как же. 65-10-99-6 на 495, звоните. И, пожалуйста, кто хочет работать, прямо сейчас Дима вас возьмет на работу. Тут еще много сообщений с... Подожди, сначала ответь на то, что было до того. Я закончу. Да, с коррупцией, с то, что я тебе скажу. Нет, сначала закончим все-таки с Дмитрием, которого мы обещали ответить минут 15 назад. Так вот, это теоретически, что якобы здесь кого-то нет. Надо просто сесть как-нибудь вот так вот, не полениться на электричечке часов в 5-6 из Владимира и посмотреть, где люди работают. Москва уже высосала все ближайшие деревни, города и весят. А у нас трудовые мигранты только в Москве работают? Это относится ко всем абсолютно. Это проблема всех мегаполисов. Они отсасывают ближайшие города и весят. Надо тоже понимать, что у нас нету иммиграции трудовой внутристрановой. То, что в Америке, прости, даже в Америке, мы напомнили, ты же помнишь, что после Америки мы стоим на втором месте по количеству иммигрантов. Прости, там население легко снимается. И там, на минуточку, количество мексиканцев превышает все допустимые нормы. Но, когда пытались принять ужесточение, подчеркну, ужесточение правил проживания этих мигрантов, мексиканцев, я сейчас говорю, просто чтобы показывали они регистрацию, как у нас регулярно проверка паспортов, вышли американцы. Я подчеркиваю, истинно американцы вышли на улицу и сказали, что, простите, давайте кто-то сначала воспитает наших детей, потому что там бэбиситтеры мексиканцы, уберет нас за нами, и только после этого мы будем решать эту проблему. Значит, это полный бред. Существует огромное латиноамериканское лобби, и когда Обаме нужно было, чтобы за него голосовали латиноамериканцы и меньшинство, ты еще не забывай, что на фоне всего этого сидит огромное, не буду употреблять неполиткорректные слова, не желающие работать определенного цвета кожи меньшинству. Кстати, в том числе там цвет кожи значения не имеет, потому что те же самые мексиканцы, которые уже законно получили все права и сидят на пособиях, и работать при этом не желают. Старичок, а у нас не такая ситуация? А ты хочешь, чтобы у нас была такая ситуация? Она уже такая ситуация. Ты хочешь, чтобы у нас была такая ситуация? У нас уже такая ситуация. Вот ты хочешь выйти на улицу и увидеть вместо москвичей коренных четвертом поколении или жителей Владимирской области. А нет, Игорь, Игорь, остановись. Вот я и хочу, чтобы мы на этом остановились. Нет, мил мой друг. Потому что когда они не могут работать на стройках, они выходят бить морды. Нет, Игорь, мы уже проиграли. И жители депрессивных регионов. Вот тут молодой человек, правильно, спасибо ему, что он условно меня поблагодарил. Условно, потому что когда мы вот все рассуждаем, Игорь, остановись, ты посмотри, кто глава управы Конькова. Я знаю. И его три зама. А еще сзади посмотри, ВВД Кузьминки, например, ради интереса. Мы уже проиграли страну. Мы не проиграли. Просрали, потому что мы не хотим работать и биться. Нация не хочет за себя биться. Мы уже просрали страну. И ты хочешь же вот в этой ситуации как бы уже окончательно лечь, накрыться белой простыней и поползти на кладбище. Ползи, милый, без меня. А ты, между прочим, чемпион по карате. Ты не выйдешь на улицу и не ответишь. Именно поэтому, что я хочу, чтобы нация была сильной, потому что каждый должен понимать свое место и уметь себя накачивать мускулами рабочими. Рабочими мускулами. А не быть соплей. Первая линия, Андрей. А тут у нас какие-то замечательные сообщения уже стали приходить. Нас тут нехорошими словами называют. Написано, ты гоша и еврей. Вот знаешь, вот с евреем-то нормально. Вот за Гошу я могу разозлиться очень сильно. Не люблю, когда называю. Андрей, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у вас такая интересная тема. Я еду в машине и хотел бы немножко прокомментировать. Давайте. Есть такой район, называется Белая дача. Есть. Когда я поехал в кино, посмотрел фильм и немножко заплутал, и выехал в микрорайон Белая дача. Вы знаете, спросить дорогу было не у кого, потому что вокруг такое количество иммигрантов было, причем живущих с колясками, с детьми. Получается такое ощущение, что это просто гетто. Да, абсолютно. Это не только микрорайон Белая дача. Я могу еще много таких районов под мостой рассказать. Привожу пример. Ну, давайте, получается, что, например, введя в школу своего сына, он учится с иммигрантами. Впоследствии, я думаю, что многие москвичи... Да нам-то объяснять не надо, но просто Дмитрий предлагает сдаться. Нет, Дмитрий, простите, заставляет вас биться, а вы не хотите биться. Нас кого? Ты хочешь, чтобы я пошел корничисткой? Да, милый, хорошо. Корничисткой буду, клянусь. Я иду работать корничисткой. Игорь, они с этого поднимались, они завоевали страну, именно поднимаясь с низов. И именно поэтому они сильны, а мы дохлые, потому что мы не хотим с собой жопу втереть. Они сильны только потому, что им разрешили приехать сюда. Кто разрешил? Мы разрешили. И последние государственные законы говорят о том, что ужесточают именно наказание за работу иммигрантов. Лишать, например... Вот последний закон был... Что? Тот, кто дает работу иммигрантам нелегальным, сажать в тюрьму. А почему бы тот, кто ходит с регистрацией фальшивой по городу, не депортировать так, чтобы больше не возвращался, не менялся в тюрьме? Потому что регистрация у него... Есть. Одну секундочку. Я не знаю, он меняет фальшивой, возвращается обратно в Россию. Потому что человек, который у него проверяет регистрацию, сам должен сидеть в тюрьме. Это примерно те же самые люди, которые сделали ему фальшивую регистрацию. Потому что когда система сверху донизу прогнила... Ребята, мы ее создали, эта система. Еще раз говорю, вот как мы... Спасибо, Андрей. Вторая линия, Алексей. Алексей? Алло, да, здравствуйте. Да, слушаю вас. Значит, хочется сказать, что, во-первых, все люди у нас в России, ну и, наверное, во всем мире, во-первых, признать, ну 99% это, извините, овцы, да, или бараны. Мы все ведомы, нас нужно куда-то везти. Значит, что касается того миграции, есть люди везде хорошие, есть нехорошие. Значит... Да при чем тут хорошее и нехорошее? Мы об экономике говорим, миграция. А в экономике... Какая, к черту, хорошесть нехорошая? Нету такого понятия. Хорошо, хорошо, тогда я согласен. Я к тому, что либо надо открыть границы, либо закрыть их вовсе. Потому что вот если взять там Швеция, Норвегия, ну там же этого нету, да? Как? Вы когда последний раз были в Швеции или в Норвегии? Нет. Разрешите, я просто скажу свое мнение и все. А вы далее обсуждаете, что хотите. Спасибо за разрешение. Да, все, чем мы занимаемся, вот это вот радио, все радиоканалы, все телевидения, все это пустая болтовня. Ничему это не приведет. Просто мы, бараны, слушаем вас, да, тем, кто создает это все, радио, медиа, телевидение. И вроде бы спорим, кухонные разговоры. Да, нет, лучше, больше. Да ни к чему это не приведет. А нужно взять биту и действовать. Надо либо идти работать, либо... Кроничисткой, точно. Перестать быть жуликами, то есть уважать себя, да? Согласен, Алексей. Полностью с вами согласен. Спасибо огромное, Алексей. Третья линия Алексея уже, видимо, другой. Алексей, слушаю вас. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот... Я вот слушаю вас, да? Угу. Вот я сам живу в Кусинках. Прямо около метро, понимаете? Угу. И по работе я частенько бываю на Белой даче. Угу. Вот, ну это реально, это гетто, ну реально. Конечно. Да и Кузьминки уже гетто. Кузьминки, я вот, понимаете, я сейчас лежу в машине, да? Вот я насчитался. У меня прошло 30 человек. Угу. Из них 4 русских. Угу. Ну понимаете? А вы как видите по лицу? А? А вы как по лицу видите? Да вы что? Ну понимаете, извините меня, как по лицу видно? Я что, таджика не знаю, а от русского не отлетел, что ли? Ну вот что? Ну и что? Это же видно сразу. Дальше-то что? Дальше что? Не, просто... Пути решения проблемы. Мы же говорим о нелегальной эмиграции, а не о черепомерках. Почему закрыли новую Уренгой? Можно вот у вас узнать? Почему закрыли новую Уренгой город? Ну об этом я вчера рассказывал примерно. О том, что новые хозяева решили, что невыгодно. Невыгодно. Новые эффективные собственники. Разрушили страну. Москву не закроешь, конечно. Я коренной москвич, уже там в каком-то поколении непонятно. Но Москву невозможно закрыть, понимаете? Потому что реально, даже припредительное, убрать всех мигрантов. Все. Москва заросит грязью. Это реально. Реально. Спасибо. То есть выхода из ситуации нету. Сергей и опять Сергей. Виктор пишет. Я тот хомяк, который сожрет вас, Игорь Станиславович. Хомяки меня уже жрать начали. Первая линия. Сергей, здравствуйте. Алло. Да. Да, добрый день. Я бы хотел как раз и черепомерок чисто про грантики в сторону этого вопроса. Что, говоря про деньги, за которые готовы работать мигрант из Средней Азии, не готовы работать мигрант из Нижнего Новгорода, нужно помнить о том, что именно человек, оставшийся в Нижнем Новгороде, работающий там, своими налогами обеспечивает, например, для таджика или узбека, работающего в Москве, здравоохранение, образование для детей, которых он здесь будет растить. Абсолютная правда. Абсолютная ложь. Абсолютная правда. Потому что таджик платит налогов больше. Все. Где он их платит? Он платит. Спасибо, Сергей. На первой линии тоже Сергей. Сергей, здравствуйте. Алло. Да. Добрый день. Три Сергея у нас подряд. Это я в эфире, да, уже? Да, это вы в эфире. Отлично. Я бы хотел, Дмитрий, поддержать вот в каком плане. Я работаю, я житель коренной витамасы, работаю на стройке. Из россиян, тех, кого я знаю, да, я, наверное, ну, знаю еще человека три-четыре. И остальные приезжие. И могу вам честно сказать, то, что вижу там, значит, это миф о том, что там какие-то демпинговых зарплатах, о том, что там всем те самые мигранты, потенциальные преступники и все такое. Среди них огромное количество очень квалифицированных людей. Которых нельзя было, значит, давайте так. Мы затронули Америку раньше. Ответьте мне на простой вопрос. В Америке вы не можете получить рабочее место, квалифицированное рабочее место, если не будет доказано, что человек, либо гражданин, либо постоянный житель Америки, может претендовать на то же место. Только в случае, если это место не может быть занято, условно говоря, коренным жителем, тогда может претендовать... Такая же ситуация в России, абсолютно. Вот я отвечу. Да, отвечайте. Даже хуже. Значит, вот вам пример предновогодней истории. Угу. Значит, к нам на объект... Только быстрее формулируйте, пока мы не ушли на выпуск новостей. К нам на объект требовалось порядка 10 человек рабочих разных специальностей. Я лично обзванивал Калужскую область, Тверскую область, Нижегородскую область. Никто при зарплате в среднем там 10-15 тысяч рублей на зарплату 40 тысяч рублей туда... Спасибо большое, Сергей. Продолжим через минуту. Оставайтесь на линии. Ну что ж, продолжим. Это продукт с Игорем Витарем. Сайт финам.фм. Пишите нам на странице нашей программы. Или 6510996. Код города 495. А на второй линии у нас Елена. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Ну, здравствуйте, Игорь, слушаю вас. Я бы хотела начать немножко сбоку. Дело в том, что Россия сейчас развивается по пути таких крупных латиноамериканских государств в социально-демографическом плане. То есть, вот, огромные городские агломерации, которых буквально единицы на страну. Это происходит в Мексике, это происходит в Бразилии, это происходит в Аргентине, где, кстати, есть свои таджики. Это метистное население соседних Перу и Боливии. А вся остальная территория, она либо депрессивная глубоко, либо пустая, неосвоенная. И, в общем, как бы ресурсов не хватает, на самом деле, дел в таком неравномерном распределении, наверное, всего этого. Наша беда примерно та же самая. У нас огромная неосвоенная территория, у нас депрессивная региона, у нас вымирающая деревня. Причем она была вымирающей еще при Позднем Советском Союзе, а сейчас уже говорить об этом просто страшно. Абсолютно с вами согласен. А пути решения проблемы? Фавелы вокруг Москвы, причем населенные таджиками, мы уже практически начинаем видеть. Та же самая Белая дача, кто не верит, может... Они уже созданы. Да, они созданы. Пути решения проблемы. А пути решения, я боюсь, не существует. То есть, если бы решать эту проблему по уму, то следовало бы, наверное, вкладываться в те самые депрессивные регионы, чтобы там, так сказать, человеческий ресурс повышал, повышать его количество и качество. И, соответственно, какие-то миграционные процессы нормализовать. Значит, предыдущий звонивший сказал, что никто не хочет из депрессивных регионов ехать в Москву и работать. То есть, создавать новые рабочие места в регионах. Понимаете, депрессия состоит как раз в том, что человек ничего не хочет. То есть, ехать не хочет, работать не хочет и так далее. То есть, какую-то перспективу людям надо давать, причем давать на тех местах, на которых они есть. Они кричат, что вы здесь такие козлы, вот прострали. Ну, то есть, это продолжение нашей вчерашней передачи, если вы ее услышали. Ну, в общем, да. А что касается того, зло это или благо, ну, в присутствующей ситуации злом обернется вообще все, потому что... Чего бы не делали. Чего бы не делали, потому что коррупция и все такое прочее. Спасибо огромное, Елена. Разрешите вас лично поблагодарить за эту точку зрения. Я думаю, Дима, и ты со мной согласишься. Так вернемся. Значит, с одной стороны, мы имеем в виду коррупцию, которая растет на этой трудовой миграции, потенциальных преступников. С другой стороны, мы действительно видим, что в ряде мест... Вот, кстати, самое разумное, что сказала Лена. То, чего не делали. Вот вчера мы как раз говорили о том, что рушили либералы, пришедшие в конце 80-х власти. Рушили, 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 рушили. Депрессивные регионы были в Советском Союзе, но сейчас депрессивнее уже не было. Ну, просто система, она ничем не изменилась. Значит, вместо того, чтобы государство действительно вкладывало, создавало новые рабочие места... Игорь, государство — это мы. До тех пор, пока не будет у каждого гражданина, что государство — это я, ничего в этой стране меняться не будет. Потому что все ждут, что кто-то за них сделает великую идею. А вот смотри, Айтала Пупкин нам пишет с сайта. Господин Потапенко не ответит на вопрос, почему граждане России должны конкурировать на равных с мигрантами. А ответ-то простой. Не должны. Граждане России должны иметь преимущество. Граждане России и так имеют преимущество. Только когда... Да, абсолютно. Нет. Да, Игорь. Но бумаги, может быть, и имеют. И они имеют... Но когда существует огромное бюрократическое и криминальное простор. Ничего подобного. Ничего подобного. Когда вот человек пишет о том, что граждане должны уметь конкурировать или не должны конкурировать, а вы не должны убирать туалеты граждане, простите мои. Либо вы изначально принимаете для себя решение, что да, я иду убирать туалеты для того, чтобы было благо страны. И я... Подожди, я закончу. И чтобы я жил в обществе монокультурном, чисто там, условно говоря, русском. Либо, если вы принимаете для себя решение, что за вас кто-то убирает какая-то другая, условно говоря, квалификация, убирает за вами туалеты, то вы готовы за это платить. Либо платите дорого своему сограждану. А вы не готовы ни того, ни другого. То, о чем и говорила Лена. Лена, ты не видел никогда, что ли... Я не видел титульную нацию, моющую толчки. Серьезно? А я почему-то вижу постоянно. А я не вижу этого. Я постоянно вижу. Я не вижу этого нигде, потому что везде это приезжие моют толчки. Ну, Игорь, где? В Москве я вижу постоянно. Что? Пойдем со мной в туалет, милый, я тебе покажу. Я даже знаю, где. Где у нас? Да, я тебе покажу. В низком ценовом сегменте, чтобы мыли наши... Да, да. Где это? Ну, давай не будем сейчас... Россиянка? Да. Москвишка? Да, да. Ну, давай ее занесем просто в красный пик. И не в одном месте. Все, поехали дальше. У нас на первой линии Катя. Катя, здравствуйте. Добрый день, Игорь. Знаете, вы знаете, я хочу поддержать. Вот Ольга у вас выступала. Она говорила о том, что нужно... Ольга? У нас не было Ольги. Это Елена, Елена. Елена, да, извините. Она говорила о том, что нужно вкладываться в регионы, нужно поднимать... Надо закрыть границы, образовывать и насильно выставлять наших людей работать. Ничего страшного. Иначе... Весь мир насилия восстановлен. Это правильно. Правильно. Я уже даду говорить на... Насилие, только насилие. Принуждение к труду. Принуждение к труду. Нет, не насилие. Но, вы знаете, насилие же тоже не обязательно сталинские логики. Нет, нет, нет. Я за насилие, Катя. Я с вами не спорю. Я за насилие. Насилие прекрасно. Нет, я просто, понимаете, я человек с высшим образованием, причем с очень хорошим высшим образованием, работаю дворником в Москве, живу в Москве. О-о-о-о. Вот так что... Респект. Просто респект. Спасибо вам огромное, Катя. У меня куча свободного времени, я занимаюсь своим делом. Слушайте нашу геностанцию в свободное время. Ни от кого не завишу, да. Спасибо. Спасибо огромное, Катя. Александр на второй линии. Добрый день. Да, слушаю вас. Ну вот я хотел, во-первых, заметить, чтобы вольно или невольно какие-то провокации позволяют себе, говорят про какие-то бейсбольные биты, которых предполагается... Ну, не вы, но председник ваш. Я про бейсбольные биты не говорил, Игорь говорил, я не говорил, это правда. Кто-то из нас сказал, неважно. Кто-то сказал, да. Хотел заметить, что вот в целом не только у нас, но вообще в мире, скажем, заполнение рабочих мест мигрантами, оно в значительной мере, скажем так, является переносом части такого процесса, как приватизация прибыли, национализация издержек. То есть прибыль за счет более низких зарплат получает тот, кто нанимает дешевого мигранта. А издержки, связанные с мигрантами... Браво, браво, спасибо вам огромное. Это не только прямые затраты на человека. Это еще то, что общество несет издержки, связанные, например... Спасибо вам огромное, Александр. Спасибо большое. Я, кстати, добавлю, знаешь, когда мы, наконец, вляпались в ВТО, я слово вступили, уже не могу на эту тему говорить. Нас вступили. Значит, на одной из радиостанций, не буду говорить какой, я еду в машине, слушаю и слышу какой-то предприниматель, тоже типа тебя, мелкий лавочник. Напомню, кстати, в гостях у нас известный российский предприниматель Дмитрий Потапенко. Не важно. Он говорит, ну, по-моему, автомобилями он занимается. Ему говорят, ну, вот выгода отступления в ВТО для страны. Он говорит, у нас будет больше маржа. Не у страны, а у него лично. Так почему я должен забыться, чтобы у тебя было больше? У тебя и так больше. Ну, я не факт, что он имел в виду, потому что у страны будет больше. Нет, он конкретно сказал, у нас, у людей, занимающихся бизнесом, в этой отрасли будет больше маржа. Потому что у нас издержки станут меньше, а понижать цены мы не будем. Это лживое утверждение. Дело в том, что стоимость труда в России уже существенно выше, чем стоимость за рубежом этого труда. Более того, содержание в конечном продукте труда больше, чем за рубежом. Мы сейчас не будем с тобой рассматривать структуру проблемы. Нет, мы обязаны ее рассматривать. Именно потому, что у нас, извините, мы работаем меньше, хуже, чем работает за рубежом человек. Дима, я тебе хочу сказать, что, я Игорь закончу. Нанимая условного таджика вместо условного русского, ты не понижаемая стоимость своего продукта, ты себе маржу увеличиваешь. Я не увеличиваю ни на сколько, потому что есть конкуренция, и ты прекрасно знаешь. Я прекрасно знаю, что у нас конкуренции никакой нет. Она минимальна, но она есть. И чистая прибыль, извините, ритейла в любой стране мира. В Америке, в Штатах, ой, извини, в Мексике, в России она одна и та же, полтора-два процента. Потому что попробуй только повысить цены на молоко МКО. Ты тут же вылетишь с рынка, как пробка. Ты только мне не расскажи, потому что есть социально значимые продукты, на которые невозможно действительно повысить цены, а есть продукты, на которые огромнейшее можно... Они имеют никакого значения в корзине потребителя. Это полная фуфил. Главное продавать молоко МКО. Нет, у тебя молоко МКО, ты вылетишь с пробкой просто с рынка, ритейла и общепита. Просто пробкой. А что ты за эти полтора-два процента работаешь? А прости, потому что я считаю, что сфера услуг — это основа основ любой экономики. То есть задержава тебя обидна? Нет, это не задержава обидна, потому что я умею делать сферу услуг. Там, муженек ты мой, Верещагин, задержава тебя обидна. Нет, я просто считаю, что все в Газпроме не должны работать. Я с тобой абсолютно согласен, только не знаю, почему люди, рассказывающие мне про полтора-два процента, приходят в студию, я сейчас не про тебя, с часами, которые стоят... А потому что они создали миллиардные компании с нуля. Ой, ой, ой. Ну что, Игорь, хоть ой, хоть ой, нет ни одной сферы, кроме ритейла, который без всякой поддержки, более того, с унижением, колоссальным изничтожением государства, только ритейл вырос до миллиардных компаний, только ритейл стал в топы, извините, привлекательных инвестиционных. Только ритейл наиболее чист с точки зрения всех бизнес-процессов. В Италии нам пишут, и я абсолютно с ним согласен, в Москве много иммигрантов, потому что сами москвичи пишут на форумах и лично говорят, что они лучше будут сидеть дома, чем пойдут работать на зарплату. Вот это правильно, пять баллов. А я вообще считаю, что всех, кто в рабочее время сидит на форумах, в соцсетях, в блогах, в фейсбуке, нужно просто увольнять... Ну, если это, конечно, не продюсеры. С мигрантов налоги не платятся, пишет тебе Виталик, видимо, уже другого. У нас огромный соцналог, официальный до 40% от заработной платы. Абсолютно верно. Если бы с мигранта каждого платился бы работать такой социальный налог, как с официального местного, выгоднее было бы нанимать... Ничего подобного, просто никто не работает. Вот как был абсолютный человек перед постройкой, говорил. Перепад был колоссальный. Он сказал, люди... Он звонил в Костромскую область, у людей зарплата 10-15, здесь им предлагал. Он не является барыгой-спекулянтом, он не капиталист. А скажи, пожалуйста, а как тогда люди живут в этой Костромской области? Они живут замечательно и считают, что это нормально. Им предлагали 50 тысяч, зарплата, перепад в три раза. Никто не сдернулся. Такая себестоимость жизни в Костромской области, наверное, дешевая. Ничего подобного. Ничего подобного. Просто есть лень и нежелание работать. Я так же, как ты, потомственный москвич, с одной стороны. Я помню еще, старик, но не забывай, что мы с тобой... Я в регионах регулярно бываю. Не желаем их сдергиваться. Я тоже бываю регулярно в регионах. Мы не желаем работать на них. И вижу депрессивные регионы. Так депрессивные, это мы сами виноваты, что мы депрессуем. Нет, подожди, пожалуйста. Какая власть виновата? Что виновата? Навальный Путин, что ли? Власть, которая... Конечно. Кто конкретно? Путин мешает туалеты мыть кому-то? Батюшка, царь тебе мешает. Извини, пожалуйста. Власть, которая позволила разрушить всю промышленность в России... Это мы ее выбрали. Мы ее поставили. Да кого ты выбирал? Прости. Мы выбирали ее от царя Гороха. И сами же радуемся, говорим, за стабилизация. Ты в четвертом поколении Москвы. Когда же ты себе за царя Гороха-то успел проголосовать? Прости, ну уж я видел похороны четырех вождей. Мы сами себе поставили. А, да, четырех. Ну, четырех, прости. И опять на первой линии Екатерина. Я надеюсь, это Екатерина Дворник опять. Катя, слушаю вас. Кстати, ей респект. Мне просили не говорить, что это я, что это не я. Я вас расшифровал. Катя, ну, первое могу сказать, что вам респект, уважуха, что вы реально делаете для экономики страны много. Подожди, надо сначала еще посмотреть, как чисто на этом участке. Главное, чтобы человек понимает. Катя, говорите. У меня огромный участок и довольно трудная работа. Я про другое. Почему я сейчас не на участке? Потому что я хожу рано утром и поздно вечером. Мне так удобнее. И технологически удобнее. Дело не в этом. Вы понимаете, вы сейчас говорите о том, что почему люди не едут. Вот я тоже бываю в регионах. У меня есть родственники далеко от Москвы. Вы понимаете, что у них нет денег даже на вот этот билет в 1500 рублей. Вот как это не чудовищно звучит, но зарплата в 4000 рублей, это там совершеннейшая норма. Пенсия в 5000 – это мечта идиота. И чтобы приехать в Москву и найти работу, это, понимаете, у них интернета нет. Спасибо огромное, Катя, спасибо. Это действительно так, и в ряде регионов действительно с интернетом нет. Ну, на этой передаче-то наша подходит к концу, дим. Я что тебе хочу, во-первых, спасибо тебе огромное, а во-вторых, в общем, в главном-то мы сходимся. В общем, единственный вопрос – только ползти на кладбище, накрывшись белой простыней, или все-таки попытаться в этой ситуации и выжить. На этом напомню, что это был Игорь Виталь, передача «Парадокс» с Игорем Витальем. В студии у нас был Дмитрий Потапенко, известный российский предприниматель, а продюсер программы – Ирина Буцкая. И мы увидимся с вами, точнее, услышимся. Завтра в это же время будем говорить про закон Дима.